И всем привет друзьям, и пацанам ютуба у микрофона Максимус, и сегодня в данном ролике мы продолжим с вами обсуждать и разбирать рубрику вопросов-ответов от Винса. В прошлом видео, которое вы можете глянуть нажав на подсказку сверху справа, мы анализировали первую прямую трансляцию с канала Главстик Интертеймент, где нам открылись подробности касательно 4 и 5 главы, а также возможности обновления старых глав. Сегодня же я хотел бы больше углубиться в новости касательно 4 главы и мобильной версии Dark Deception. Данное видео я решил разделить на две части, так как во втором эпизоде рубрики вопросов и ответов Винс преподнес нам гораздо больше информации, которую будет легче воспринять, если она будет тематично и порядочно отсортирована, чего не сделаешь ради любимой аудитории. И? Как это мило! Если вы хотите уже вскоре увидеть следующее видео по Dark Deception, обязательно поддержите данный ролик лайком, ну а мы приступим к нашему любимому разбору и анализу. Поехали! Итак, сегодня мы обсудим новые подробности и информацию о четвертой главе Dark Deception. Все предоставленные новости мы получили благодаря прямым трансляциям с канала Glovstick Entertainment, где главный разработчик отвечал на все интересующие фанатов вопросы. Их переводом занялась группа Dark Deception, которая дала мне официальное разрешение на использование их материала. Если вам интересен полноценный перевод данной рубрики и новости об этой игре, то переходите по ссылке в описании и вступайте в подробности ниже под роликом. Начнем же наш разбор. Многие фанаты интересовались прогрессом разработки четвертой главы и мобильной версии Dark Deception. Винс ответил, что команды уже заканчивают работу и приближаются к полноценной готовности выхода данного продукта в сеть. Даты пока что не объявляются, так как все мы знаем, что главный разработчик любит ставить даты, в которые команда не укладывается. Поэтому, как и было сказано, Винс объявит об анонсе, когда игра точно будет готова. Насчет мобильной версии Dark Deception можно сказать пару интересных фактов отдельно. Во-первых, игра может выйти уже в мае, ведь по словам Винса, все уровни готовы, остались только визуальные баги, которые необходимо подкорректировать. Дальше будет процесс проверки продукта для его публикации в онлайн-магазины для Android и iOS. Но тут также могут быть свои загвоздки, поэтому даты пока что также не объявляются. Разработчик отметил, что когда он точно будет уверен, что никаких задержек не будет, команда выпустит официальный трейлер, после чего и будет объявлена дата релиза мобильной версии Dark Deception. То же самое касается и четвертой главы. И да, она не выйдет сразу и на ПК, и на телефоны. Сейчас команда, разрабатывающая мобильную версию игры, занимается первыми тремя главами. Следовательно, для переноса четвертой главы понадобится немало времени. И на все это потребуется еще один-два месяца. Думаю, вы поняли мою мысль. Что же касается механик, фанаты также задавали вопросы по поводу некоторых особенностей четвертой главы. Винс все-таки решил намекнуть, что их будет ждать что-то интересное. На вопрос о любимой механике из четвертой главы, главный разработчик отметил, что самой главной особенностью является битва с боссами. Полноценно он этого не раскрывал, так как это все-таки является спойлером. Но Винс отмечает, что именно данный элемент имеет свою уникальность. У боссов будет разная механика, что непременно вызовет интерес у фанатов и сыграет свою роль в игровом процессе. Как думаете, в чем заключается данная уникальность? Напишите свое предположение в комментариях. Что же касается девлогов по уровням четвертой главы. На этот вопрос Винс дал расширенный ответ, в котором указал, что его основная обеспокоенность связана с наименьшим интересом фанатов после выхода основных дополнений. Он тратит на них очень много времени и сил, однако это привлекало внимание лишь тех, кто надеялся на подробности до выхода главы. Именно поэтому главный разработчик решил пересмотреть свои взгляды на данный формат. Ему пришла идея реализовать девлоги, где будут показываться некоторые особенности разработки уровней. Конечно, это было бы спойлером для многих фанатов, поэтому данные ролики выходили бы только после релиза уровней. Именно в этом случае девлоги интересовали бы только тех, кому любопытно узнать некоторые особенности из-за кулис. А все, что касается спойлеров, уже бы не играло значительной роли. Однако такой формат снова же требует оценки аудитории. Тем, кому это действительно кажется интересной задумкой, могут поддержать Винца. В остальном же старый формат девлогов больше не будет применяться, дабы не повторять прошлых ошибок. Ну и думаю, стоит рассказать немного подробностей про планы Винца после того, как выйдут все пять глав Dark Deception. В прошлом ролике я кратко ответил на этот вопрос, однако думаю, стоит раскрыть некоторые подробности о его задумках. Во-первых, после релиза последней главы команда немного расслабится, а после опробует другие свои идеи по поводу следующих хоррор игр. Перед тем, как они начнут работу над второй частью Dark Deception, Винцу и команде хочется поэкспериментировать с жанром и показать больше своих задумок. Среди их идей уже есть первоначальные дизайны, которые можно было бы использовать в более кровавой, психологической или насыщенной хоррор игре. Однако это лишь их задумки и их планы, на которые могут повлиять как и сообщество, так и спонтанное появление гораздо более интересного концепта для одного из проектов. В общем, как говорится, поживем-увидим. Чё за херь? Когда? Чего? Зачем? Почему? Что происходит? Для чего все это нужно? Непонятно. Также во время прямой трансляции Винц ответил на вопрос касательно врагов и локаций, на которых уходило гораздо больше времени и сил при разработке. По его версии, самым сложным и большим уровнем является уровень с аниматрониками. В ней присутствуют три игровых зоны, которые являются довольно массивными и габаритными локациями. Самым сложным разрабатываемым противником по версии Винца является Мидсестра Смерти. Главный разработчик указал, что основная трудность у данного кошмара состоит в её анимации и способностях. Также среди её особенностей есть смена и использование совершенно другого оружия, что, конечно же, добавляет больше времени не только на анимацию, но и на корректировку её основных навыков. Ну и напоследок я решил рассказать вам немного информации о так называемом трудном режиме, который вскоре будет добавлен в Dark Deception. Как сообщает сам Винц, подобное усложнение для уровней будет не только ускорять противников. Команда продолжает активно думать насчёт некоторых нововведений в данный режим, чтобы игроки, которые любят испытать себя на прочность, почувствовали реальный хардкор. Если вы любите безумные испытания и желаете поиздеваться над своей нервной системой, то этот режим определённо для вас. А вы знаете, что такое безумие? Если вам понравилось данное видео и вы хотите уже вскоре увидеть новый ролик по Dark Deception, то обязательно поддержите меня своими лайками, комментариями и, конечно же, подпиской на канал. Также не забывайте про группу Dark Deception, про мою официальную группу и про сборники теорий по другим интересным играм. Подробнее вы можете узнать, заглянув в описание. Ну а на этом всё. У микрофона был Максимус. Ещё увидимся с вами, ребята. Всем хорошего настроения и приятного дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok